Лучшее в стране. На телерадиоканале Страна.ФМ. Ведущая Александра Хайрулина. Здравствуйте, друзья. Приветствую всех, кто сейчас смотрит и слушает. Первый, единственный в России телеканал с синхронным вещанием в ФМ-диапазоне. Телерадиоканал Страна.ФМ. Программа «Лучшее в стране». Ох, какой у нас с вами интересный час ожидает. И очень красивый, надо сказать. Особенного внимания прошу, конечно, у наших девочек. Девушек, почему поймете сейчас все сами? Потому что у нас в гостях визажист, сертифицированный судья всероссийской категории, мастер международного класса, чемпионка мира по макияжу и боди-арту, обладательница титула престижного чемпионата мира ОМС 2017 года, серебряный призер чемпионата Европы по парикмахерскому искусству и макияжу и российская певица Маша Панова. Маша, привет. Привет. Добрый день, спасибо тебе огромное. Но титулы, конечно, я думаю, что многих восхитили сейчас. Невероятно. Ты умница и, конечно, для нас большая честь сегодня видеть тебя в нашей студии. Спасибо. Честно скажу сразу, наверное, и многие тоже сейчас кинулись своим телевизором, рассматривать тебя. Ну, думают, наверное, если визажист, чемпионка мира к нам пошла, наверное, там что-то еще и по боди-арту, наверное, находит в повседневной жизни, ну, просто так раскрашенная всеми цветами радугами. Однако нет, друзья, тебя на вас слушают, тем должны мы рассказать. Немножко туши и все. Да. Ну, Маш, так а как же правильнее? Что же правильнее все-таки? Скажи, пожалуйста. Или все должно быть уместно в меру, согласно там, задачи поставленной? Ну, конечно, все должно быть уместно. Событию, мероприятию существует и дневной, и вечерний макияж, но мне больше нравится создавать красоту на других девушках. Да, для себя я делаю совершенно легкий макияж, да, он больше похож на нюдовый макияж, да, который уже актуален несколько сезонов, или он еще называется макияж без макияжа. Мне так комфортнее. Причем, как говорят, он самый сложный. Да, он самый сложный, хотя кажется, на первый взгляд, что нет ничего простого сделать естественный макияж. Очень много затрачивается на это и средств, это нужно создать эффект здоровой, сияющей кожи, нужно скрыть следы усталости, для этого используют различные тонирующие, корректирующие средства. В общем, это не так легко, как кажется, но нам удается это сделать, да. Машенька, я, конечно, хочу попросить, чтобы ты нам рассказала как раз о завоевании тобой этого титула, чемпионка мира по макияжу и боди-арту. Все случилось этой осенью буквально, в сентябре, в Париже. Да, чемпионат проходил в Париже в сентябре этого года. Я в составе сборной команды России достойно представила нашу страну на этом... А всего было сколько стран? Было очень много стран, более 60 участников. Вот это да. От Украины даже было две команды. Ну какие? На чемпионат Европы, да, приезжает меньше людей, а чемпионат мира, конечно, охватывает очень много стран и много людей. Ну и что? И ты просто всем доказала, что ты самая лучшая? Ну, конечно, самые главные наши конкуренты были это команда из Казахстана и команда из Украины. Казалось бы. Да. И мы достойно представили нашу страну и по-дружески с этими командами разделили пьедестал. Казахстан тоже в одной номинации взял золото. Украина заняла, по-моему, третье место, если я не ошибаюсь. Но самое главное, что команда России доказала всем, что они лучшие из лучших. Маш, а как такое? Объясни, пожалуйста. А как же другие страны? Я не знаю, ну Италия, там какие еще были страны? Франция та же самая? Была и Франция, и Италия, и Германия, и Тайвань. Было очень много людей, но на всех, как говорится, не хватает мест. Их всего три. Ну, значит, объективно вы были лучше. Это же понятно. Мы, конечно, объективно были лучше. Я могу сказать, что это честный конкурс. Хотя, да, многие могут подумать, что это все там покупается. Нет. Все было действительно честно. У нашей команды были очень сложные и очень красивые образы. Мы готовились к чемпионату, начали готовиться еще с весны. А что значит готовиться? Это какие-то репетиции у вас проходят? У нас проходят тренировки, да. Мы сначала разрабатываем образ. А была какая-то тематика общая задана? Задача там, какие-то образы? Или целиком вы полностью все на команду? Ты знаешь, образ создается в соответствии с модными тенденциями. Мы опираемся и на то, что представляют дизайнеры на неделях моды, модные цвета данного сезона. И, соответственно, это все должно подходить модели, которую ты выбираешь для соревнований. Она должна смотреться гармонично в этом образе, в этих цветах, которые ты выбираешь. Как таковой вот прям конкретной темы, конечно, нету. Все должно быть красиво, модно, современно и, конечно, интересно. И неужели все 60 участников показали абсолютно разные варианты? Там очень много вариантов. Есть визажисты, которые создают вообще просто невероятный образ с различной атрибутикой. Девушка была с каким-то зонтом огромным, и шлейф от этого зонта тянулся на метр. Какие-то крылья придумываю. То есть полет фантазии не ограничен. Но мы сделали самое красивое. Что сделала ты? Расскажи, пожалуйста. Я так понимаю, что конкретные видео, там фотографии у тебя есть в соцсетях, да, в Инстаграм. Да, конечно. И люди могут зайти посмотреть воочию. Ну ты хотя бы расскажи вот сейчас для тех, кто нас слушает, а не смотрит. Как это присутствует? Значит, там на чемпионате три номинации у нас. Свадебная номинация, подиумный макияж и боди-арт. Я участвовала во всех трех номинациях. Мы делали образ модной современной невесты. Есть, конечно же, свои правила в создании такого макияжа. Это должен быть макияж с небольшим рисунком. То есть прям на веки какой-то обязательно? Да, на веки. Какой-то совсем легкий элемент. Это не классический, да, макияж, как девушки в обычной жизни делают на свадьбу. А с каким-то элементом, с использованием страз, слюды, глиттеров различных. У меня было такое платье из цветов, из пайеток, очень красивое. Получилась очень нежная невеста. Я использовала в макияже синий оттенок. В подиумном макияже опять же присутствовал синий цвет, такой прям электрик синий. У нас было очень красивое украшение из камней, там бусы были, стразы различные, кружево. Это был рисунок кристаллы. Это была очень сложная и техническая работа, мелкие детали. Времени было очень мало, всего лишь два часа нам дали на создание этого образа. Хотя на тренировках это занимало намного больше времени. Но хорошо, что они были, и это помогло, конечно, тебе. Да, конечно. Здесь приходится брать себя в руки и вписываться в это время. Я, конечно, слава богу, успела все сделать, я очень переживала. Но мы создали этот образ, все успели. И третьей была номинация — это боди-арт. Боди-арт мы рисовали очень долго, с часу ночи до двух часов дня. Боже мой! Это очень было тяжело как модели, так и, соответственно, мне. Я вообще восхищаюсь просто девушками, моделями. Было попроще что-нибудь придумать. Ну что ты там, но фантазировала такое? Есть свои правила, есть свои правила, должно быть покрыто 80% тела именно гримом. И поэтому приходится, конечно, делать такой объем работы. Что это были? Пейзажи, цветы? Расскажи, пожалуйста. Как раз-таки вот в боди-арте мы выбрали с нашим тренером нашей сборной команды Нанарой Березиной. У нас была тема бренды. Мне достался, вот могу сказать честно, и меня поддержат, наверное, многие, достался самый сложный бренд — это гальяна. У которого нет какого-то определенного принта, какой-то фигуры. То есть у него просто сложные, всегда интересные образы с использованием каких-то перьев, форм каких-то интересных. Если, например, у Прада, понятно, да, и у Дольч Габбана, у них там цветы, графика какая-нибудь, то у гальяна такого не было. И мы просто долго думали, что же все-таки сделать, но мы воплотили в этом образе несколько таких главных атрибутов гальяна. У нас была шляпа с перьями, у нас был газетный принт, и, конечно же, были некие узоры, которые он использовал в одной из своих... Это, наверное, были одни из первых его коллекций очень старых. Ну, получился очень эффектный образ, и многие сказали, что действительно они видели в этом образе именно гальяна. Что касается судейства, Маш, кто этим занимается? Кто эти люди, которые ставят оценки и как раз определяют победителя? Судьи — это мастера, визажисты со статусом международных судей из разных стран. То есть от каждой страны участвующей должен быть один судья. Так получилось, что в свадебной номинации, там тоже есть свои нюансы, что в свадебной номинации не было ни одного судей из России. Вот это да! И нас судили другие страны. Но всё равно вы умнички невероятные, Маша. Мы, конечно, гордимся тобой. Спасибо огромное за эту победу. Она важна для нас сейчас, как никогда, наверное. Ну, конечно. Друзья, мы прервёмся совсем ненадолго. Очень скоро продолжим общаться с нашей гостью. Маша Панова у нас сегодня в гостях. Дорогие девочки, девушки, если у вас есть какие-то вопросы по визажу, мейкапу, добро пожаловать. Давайте я назову вам номер телефона, ватсап и вайбер. Пишите, задавайте. Маша обязательно ответит. 8-909-928-189-9. 909-928-189-9. Прервёмся и продолжим скоро. Лучшее в стране. Программа «Лучшее в стране» на телерадиоканале «Страна.ФМ». Друзья, у нас сегодня действительно лучший специалист в своей области, а именно визажист, сертифицированный судья всероссийской категории, мастер международного класса, чемпионка мира по макияжу и боди-арту, обладательница титула престижного чемпионата мира ОМС 2016 года, серебряный призёр чемпионата Европы по парикмахерскому искусству и макияжу Маша Панова. Мы уже поговорили, да, привет, Машенька, про победу, самую такую, скажем, прям вот-вот свежую, которая в сентябре случилась, как раз чемпионство мира было получено. Я так понимаю, что это далеко не первое твое участие в подобных конкурсах мирового масштаба. Сколько всего уже позади у тебя таких испытаний? Ну, за два года, которые я занимаюсь макияжем, это был третий мой чемпионат. Я буквально через полгода после того, как начала работать... Вот сейчас многие, я думаю, тоже удивились, крайне удивились, как это так, два года и уже чемпионка мира. Ну, я думаю, что не нужно сидеть и ждать, выжидать, как многие визажисты, которые принимают участие в таких конкурсах, там, 5-7 лет. Нужно делать это все сегодня и сейчас. Мне это было интересно практически сразу. Я поняла, да, что я обязательно поучаствую. И через полгода я поехала на чемпионат Европы, который тоже проходил в сентябре, только в прошлом году, там же в Париже, где я стала обладателем серебряной медали. Практически после этого чемпионата, там, по-моему, через месяц, я поехала в Венгрию. Это был тоже открытый кубок Европы, но уже с бодиартом. Там я тоже получила серебряную медаль. Буквально через еще месяца два я сдала экзамен квалификационный на судью всероссийской категории. Сдала я его успешно и получила статус судьи всероссийской категории. Ну и в сентябре этого года был третий чемпионат, чемпионат мира, который завершился успешно с золотой медалью. Дальше что, Маш, скажи, пожалуйста, я так понимаю, что это не предел. У тебя ждут впереди еще конкурсы и чемпионаты. Это, конечно же, не предел. Всемирная организация парикмахеров ОМС, которые и проводят эти соревнования, они каждый год устраивают либо чемпионат Европы, либо чемпионат мира. Вот в следующем году будет чемпионат Европы. Мне, конечно, хотелось бы поехать на чемпионат Европы и получить статус и титул чемпионки Европы. Но пока что я не буду загадывать так далеко. Но надеюсь, что у меня это тоже получится. У тебя искренне желаем удачи. Если даже в следующем году ты не отправишься, я думаю, что через год или через какое-то время ты все равно своего добьешься. Да, спасибо. Это можно уже точно гарантировать. Скажи, пожалуйста, в подобных конкурсах есть ли какие-то вознаграждения? Нет вознаграждений, только золотая медаль и статус чемпиона. Но это тоже очень приятно. И для меня это очень много значит. Для меня это огромная победа. В эти чемпионаты вкладывается очень много сил, энергии. Ну, я уже не говорю про материальную сторону, потому что это тоже очень дорогостоящие чемпионаты. Чемпионат мира для меня лично был очень тяжелым. Он мне тяжело дался. И было много и участников, было много, конечно же, и конкурентов. Хотя мы едем командой, да, но все равно каждый хочет получить этот титул. Вот. Поэтому это очень тяжело. Ну, понятно, что это и психологически тоже достаточно, в общем, наверное, тоже испытание большое, правда? Конечно. Марш, скажи мне, пожалуйста, вот до того момента, то есть пока ты не занялась визажем, чем ты занималась? Ну, я как и все... Ты не художник по образованию, случайно? Нет, я не художник по образованию. У меня папа хорошо рисует, брат даже когда-то учился в художественной школе. Я, ну, рисовала, наверное, как все дети, мне кажется. Но, видимо, где-то мне передалось от родителей. И как-то вот так получилось, да, что у меня возникло желание, интерес именно к макияжу. И я занялась этим видом искусства. А уже в процессе, конечно же, я очень заинтересовалась и полюбила боди-арт. Это очень сложная номинация и в то же время очень интересная. Мы уже договорились, открою секреты, с Машей, что уже, наверное, в наступающем новом году, конечно, мы попробуем что-нибудь прямо здесь аккуратненько, конечно. Конечно, нам не повредить. Все в студии. Обязательно пригласить модель. И, конечно, Маша пообещала нам, что что-нибудь изобретить обязательно. Прям, я думаю, что вот даже логотип наш, вот этот земной шар как-то, ну, за основу взять, а там, конечно, посмотрим. Друзья, прервемся ненадолго, чуть скоро продолжим общаться с нашими гостями. Лучшие в стране. На телерадиоканале «Страна-ФМ». Продолжается программа. У нас сегодня в гостях Маша Панова, друзья, чемпионка мира по макияжу и боди-арту. Мы уже узнали, в общем-то, о том, какая Маша умница и молодец. И за два года уже сколько титулов получено. У нас есть небольшое видео нарезка, которое я сейчас предлагаю всем нам с вами дружно посмотреть. Ну, а Маш, конечно, попросим прокомментировать. Давайте запустим и узнаем, что же это такое. Маш, рассказывай, пожалуйста, что это за красота необыкновенная. Это свадебная номинация, наша модная... Это как раз Парижа, вот тот самый чемпионат. Да, это как раз Парижа, чемпионат мира, наша модная невеста. У нас было такое очень красивое платье. Это чемпионат Европы, подиумный макияж. Это как раз-таки был мой самый первый чемпионат. И опять же, любимый мною синий цвет. Это серебряная медаль у нас на чемпионате Европы. Она сочетается очень, между прочим, с нарядом. Это все прям шикарно. Да, конечно, рисунок, цветовая гамма, она должна сочетаться как с выбранным платьем. Она должна подходить и самой модели. То есть все должно смотреться, конечно же, гармонично. Очень органично и гармонично. Да, поэтому и цвета мы выбираем на тренировках. Мы пробуем разные оттенки, что подходит больше модели, в чем она смотрится выигрышней. Дорогая моя Маша, я, конечно, не могу не узнать у тебя вот что. Наступает Новый год. Он год собаки. Значит, какой деревянной и желтой земляной собаки. Скажи, пожалуйста, вот как правило, китайский гороскоп, он как-то влияет на макияж, на мейкап? Конечно, влияет. Мы отталкиваемся от модных тенденций дизайнеров мировых, то, что представляется на неделях моды. И, конечно же, мы смотрим, какой будет год следующий от этого. И уже выстраиваются оглавенствующие цвета в макияже, в одежде, в дизайне и так далее. В следующем году, конечно же, самыми основными цветами, как в следующем сезоне, так и на Новый год, будут желтый и изумрудный. Можно использовать не классический яркий желтый цвет, а цвет желтого золота. Золотые оттенки тоже подходят. Это оттенки бежевого, коричневого, терракотового. И, конечно же, самый яркий наш цвет, изумрудный, для тех, кто боится ярких красок. Можно использовать болотный, более пастельных оттенков. Также для новогоднего макияжа таким основным трендом будут блестки или глиттеры. То есть можно смело прям на себя в неограниченном количестве? Новый год, новогодние корпоративы, сама главная новогодняя ночь, это хороший повод для каких-то экспериментов, попробовать что-то новое, необычное. Поэтому девушки милые... Маш, из того, что у нас есть с тобой на столе, вот это вот можно использовать? Конечно, можно использовать. Это вот у нас как раз-таки золотой. Как раз тот самый желтый золотой, красивый. Мы сейчас демонстрируем как раз блестки, да, я так понимаю? Да, да, это глиттеры. Вот такой есть красивый цвет. Этот цвет я тоже выбрала не случайно. Есть такой институт цвета Pantone, который ежегодно проводит исследования, в результате которых они представляют палитру основных актуальных цветов и главный цвет года. В этом году главным цветом года стал ультрафиолет. Но среди актуальных оттенков предстоящего сезона тоже есть и желтый, и зеленый, и коричневый, и бежевый. И поэтому смело... Скажи, пожалуйста, Маша, а если мы перейдем к губам плавно, ну если, скажем, на глазах какой-то желтый и золото, красная помада нам нужна или нет? Или лучше какой-нибудь блеск использует? В этом году лучше выбирать более темные, ярко-ягодные, винные оттенки. И, конечно же, блеск для губ не сдает своих позиций, а он даже в этом году более чем актуален. А классический красный, значит, пока прибрать. Классический красный — это классика. Его никуда не нужно убирать. Просто можно выбрать оттенок потемнее, более к бордовому. Так, ну что, я думаю, что все, кому хотелось, послушали и сделают определенные выводы. На заметку взяли. Да, конечно, Маша, дорогая моя, я хочу затронуть еще одну твою такую часть, наверное, твоей творческой деятельности. Это, конечно, вокал. Ты же певица. Есть песни, и, я так понимаю, начинающая пока еще только певица. Да, я начинающая певица. Ну, и другой стороны, как сказать, а, например, исполнение на испанском языке гимна Никарагуа. Какая начинающая певица может похвастаться, да еще не где-то, а на боксерском турнире. Расскажи мне, пожалуйста, как раз про твою певческую деятельность. Она у тебя откуда, и как ты пришла к исполнению гимна Никарагуа? Почему именно Никарагуа? Любовь к музыке, она родом из детства. Я занималась в музыкальной школе, успешно ее закончила. Параллельно занималась танцами абсолютно разных направлений. Поэтому музыка в моей жизни присутствует... Маша, можно я добавлю? Потом два высших образования, экономическое и юридическое. Да, все правильно. Потом чемпионство по макияжу и боди-арте. И вот теперь настало время... Да, настало время показать тебя еще и с другой стороны. Так, хорошо. Да, этим летом я записала свой дебютный музыкальный альбом. Альбом уже? Да, уже альбом. И в конце октября была презентация, где я представила несколько своих новых песен. Конечно же, в планах у меня снять клип и дальше идти в этом направлении. Представить, да, широкой публике эти все песни. Я очень надеюсь, что они понравятся многим. Я думаю, что многие сейчас, возможно, стали проводить параллели с Сергеем Зверевым. Который тут сначала был, значит, тоже по парикмахерскому искусству, а потом запел. Да, он тоже чемпион. Сначала был по парикмахерскому искусству, а потом, конечно, запел. Ну, талантливый человек талантлив во всем. Это правда. Я могу так сказать. Это абсолютная правда, да. И летом я случайно в Мюнхене познакомилась с боксером Рикардо Майорга. У нас произошла такая очень интересная встреча. Он меня принял за испанку и начал со мной говорить на испанском. Я ему объяснила, что я из России. Он очень обрадовался и сказал... Еще лучше. Да, и сказала, что как только приедет в Москву, обязательно хочет увидеться. Маша разбила сердце боксеру из Никарагуа. Так, хорошо. И как раз-таки в конце октября, в день, когда у меня была презентация, он тоже прилетел в Москву. И пришел меня поддержать. Соответственно, в ответ на его поддержку я поехала в Нижний Новгород, где проходил сам бой с Сироткиным. И тоже его, конечно же, поддержала. Ну, что я могла еще сделать? Как, конечно же, спеть... Ты, конечно, могла ему нарисовать что-то, боди-арт подарить ему. Но ты решила спеть. Нет, я решила его поддержать, да, исполнить гимн Никарагуа на испанском. Ну, это был успех, судя по всему. Ну, это был успех. Скажи, пожалуйста, а в Никарагуа тебя уже приглашают? Пока не приглашают, но я думаю, что туда я тоже обязательно доеду, да. Так, хорошо, друзья, ну, прервемся совсем ненадолго. Сейчас у нас клип, музыкальная пауза, три минутки, после чего продолжим разговаривать с нашим очень талантливым гостем. Маша Панова у нас сегодня. Программа «Лучшее в стране» продолжается на телерадиоканале «Страна.ФМ». Мы продолжаем разговор с Машей Пановой. Мы уже поговорили очень много про мейкап, про боди-арт. И сейчас мы уже находимся в такой еще одной сфере, где Маша себя проявляет. Это, конечно, вокальное творчество ее в планах. Альбом уже выпущен в планах съемки клипов, как мы поняли. А в планах, безусловно, и концертная деятельность. Маш, как же собираешься ты все это совмещать, скажи, пожалуйста, участие в чемпионатах мира по боди-арту и визажу, ну и плюс еще какие-то концерты, которые обязательно появятся? Ну, я думаю, что я обязательно найду на все время энергию, силы, потому что музыкой я хотела заниматься с детства. Мне всегда это было близко. Я никуда, далеко не отодвигала это. А макияж, он, конечно, появился так неожиданно. Возможно, да, из-за нереализации себя и мечты детской в вокальном плане, возможно, он переродился именно в другое творчество, в макияж. Но я продолжаю заниматься макияжем. Никуда он не уйдет из моей жизни. Это все-таки проявление каких-то своих внутренних... Ну, и это та область, где ты уже себя реализовала, где ты уже показала всем, что ты действительно высочайший профессионал. Маша, расскажи, пожалуйста, про твое сотрудничество с Полиной Богусевичем, нашей победительницей, замечательной умницей, красавицей детского Евровидения. Да, с Полиной мы познакомились недавно, это было где-то в сентябре. Я всегда слежу за Евровидением, как взрослым, так и детским. И я также смотрела, увидела ее первый раз на проекте «Голос». И тут я узнала, что Полина едет на Евровидение, представляет нашу страну. Меня привлекла ее мультинациональная внешность. Мне захотелось создать для нее какой-то необычный образ, подчеркнуть ее природную красоту. И через знакомых шоу-бизнеса вот так вот мы и познакомились. В рамках фотопроекта мы с Полиной создали образ для припатии Евровидения. Также у нас была фотосессия для профайлов Полины, для как раз-таки самого Евровидения. И эти фотографии были показаны во время ее выступления, что мне очень приятно. Я рада, что... Конечно, это увидел весь мир. Конечно, да. Что мой образ, созданный для нее, был показан просто на весь мир. Ну и у вас, я так понимаю, было исполнение совместное? У нас была... А, просто сцена общая, да? Да, у нас была сцена общая. Как раз-таки вот в конце октября у нас была презентация Полиной песни, моих песен, и наш такой творческий союз образовался и уже и на сцене. Мы представили такую небольшую музыкальную программу и показали образ Полины. Потом, соответственно, было само припатие детского Евровидения, которое проходило 15 ноября в ресторане «Чайка». Там как раз-таки все увидели тот образ необычный, который мы в рамках проекта с Полиной и создали. Ну, умница невероятная. Марш, скажи, пожалуйста, есть ли у тебя какие-то образцы для подражания в искусстве визажа и, скажем так, в вокале? Кому стремиться, кто является таким вот идеалом? Ну, я с детства наблюдаю, и мне безумно импонирует творчество Бейонсе, как в вокальной, так и хореографической стороне. Ну, конечно, до нее мне еще расти и расти, но я стремлюсь к этому, и надеюсь, что это будет выглядеть не хуже. Ну, а что касается мейкапа и боди-арта, здесь есть ли у тебя какие-то ориентиры? Ну, из мировых визажистов мне очень нравится творчество Пэт Маград, Тома Пешо. Да, это мировые визажисты, которые работают с мировыми дизайнерами на показах. Из наших визажистов, это, конечно же, тренер нашей сборной команды России, мэтр в бьюти-индустрии, это Нанара Березина. Она обладательница 18 золотых медалей. Да, Маша, есть к чему стремиться еще. Да, есть, конечно, к чему стремиться. Я думаю, что, конечно, такой рекорд навряд ли кто-то побьет, хотя не будем загадывать, но это очень талантливый человек, которая многому и меня научила, потому что я не один раз проходила обучение у нее. Те образы, которые она создает, это что-то невероятное, конечно. И все образы, которые были представлены от нашей команды на чемпионатах Европы, чемпионатах мира, это, конечно же, такая совместная работа с ней, потому что без ее главного, заключительного слова никто ничего не делает и не выходит на подиум. Ну, Маша, дорогая, у нас заканчивается время для эфира. Очень быстро оно пролетело, я знаю. Мы с тобой уже договорились, что встреча наша обязательно состоится в студии телерадиоканала «Страна Филм», уже красиво, с кисточками, с примерами. В общем, мы это все обязательно осуществим. Мы тебе желаем побед еще больше, как на сцене, так и, конечно, в мире боди-арта и мейкапа. Спасибо тебе огромное за то, что ты делаешь. Спасибо вам за приглашение. Ну и до новых встреч, друзья. До новых встреч, да. До новых встреч, да. До новых встреч, да. Подписывайтесь на Машу в Инстаграме, конечно, наблюдайте за той красотой, которую Маша дарит. И нам тоже, получается. Всем нам, да, Лукаш? Спасибо. Спасибо большое. Программа «Лучшая в стране» телерадиоканал «Страна ФМ». Скоро увидимся. Лучшее в стране. На телерадиоканале «Страна ФМ».